С раннего утра в деревне Масловка в прямом смысле начинается сыр-бор. Пока одни специалисты доят коров и коз, другие стоят на раздаче молока. Из него по старинным французским рецептам делают сыр с плесенью, причём только из натуральных продуктов и особой закваски, которую привозят исключительно из Франции. Затем при особой температуре сыр хранят в подвале полгода и больше. Это нужно для того, чтобы погибли вредные бактерии. Вот этот именно сыр, сделанный с коровью молока, он здесь пролежал 7 месяцев. Вот если его потрогать, он очень липкий, ну его уже можно кушать. На нём образуется плесень. Естественным образом. Был привезён с Франции сыр 14-летний. На нём была привезена плесень. Она сюда поместилась, этот сыр, и она, естественным образом, перешла вся на камни, на этот подвал. В Масловке делают 5 разновидностей сыра. В месяц получается более 350 килограммов продукта. Работа кропотливая. Примечательно, что перед заливкой формы молоко не кипятят, а перед тем, как поместить деликатес в подвал, его сушат и не где-нибудь, а на чердаке. Такова старинная французская традиция и один из пунктов секретного рецепта. В старине, когда началась разливка сыра, они разливали его на чердаке, на самой высоте, чтобы, как сказать, никто не видел этого. И с самого чердака они спускали его в подвал. Так вот мы каждый день, получается, поднимаем сыр сюда наверх и здесь его разливаем. Идея производить французские сыры на липецкой земле принадлежит, пожалуй, главному сыроделу региона Владимиру Бореву. Он много лет прожил во Франции и обучался у именитых мастеров, после чего получил диплом. Сыр с плесенью из липецкой глубинки пришелся по вкусу и самим французам в посольстве в Москве, после чего Владимир Борев и сыродел Николя Фен устроили презентацию и для липчан. В планах у предпринимателя открыть в этом году в Масловке музей французского сыра. Помещение для этого готово. Примечательно, что получится два музея в одном, так как весь интерьер – это антиквариат и старинные предметы, собранные в России, Европе, Азии. А главные экспонаты – сыры – уже залиты и проходят три стадии сушки. В каждой камере у нас разная температура. Из каждой камеры они приблизительно две недели там лежат. Это у нас четвертая камера, последняя. Отсюда он спускается уже, соответственно, в подвал сыра. Музеем масловские умельцы не ограничатся. Полным ходом идет строительство цеха по производству сыра и дегустационного зала. Оборудование для него собирают в Ольве-Толстовском районе. Расширяют и кадры. Донковчан ремеслу обучает сыродел из Франции. По плану цех откроют осенью этого года. Купить несанкционный французский сыр с плесенью липчане могут в Масловке уже сейчас. Деликатес обойдется от 700 рублей за головку. Дмитрий Курмаков, Максим Лесников. Липецкое время. Донковский район. Продолжение следует... Продолжение следует...